Сегодня у нас много задач, при этом вы знаете об ограниченных возможностях роста дохода бюджета. И в этих условиях нужно отказаться от всех трат, в которых нет крайней необходимости. От дополнительной оргтехники, от мебели дорогостоящей, от пополнения обновления автопарка, я сейчас обращаюсь ко всем руководителям и органам власти, и подвесных учреждений. Я об этом уже говорил, говорил неоднократно, был уверен, что все меня услышали. Но случай недавний меня совершенно неприятно удивил, когда наш руководитель, уважаемый Калужского областного драматического театра Александр Анатольевич Кривовичев, принимает решение о приобретении автомобиля, причем совершенно непонятными какими-то требованиями по комфортности, по салону и по всем остальным параметрам. Вы молодцы, большие молодцы, и коллектив театра, и вы как руководитель, что в этих условиях смогли заработать дополнительные средства вне бюджета. Это значит, что работа организована очень хорошо и качественно. Но чем вы руководствовались, какими нравственными ориентированиями при принятии такого решения, я не знаю. Значит, давайте такие решения приемом сейчас. Если есть средства, дополнительные, которые вы заработали, внести ситуация будет правильным, если вы купите необходимую технику и направите нашим бойцам в зону проведения специальной военной операции. Вот это будет правильное решение. Вам я вынужден объявить выговор, а своим коллегам, Владимир Николаевич, ваше же ведомство, оно для чего создано? Для того, чтобы контролировать подобные закупки. Почему такое вообще могло случиться? Как только к вам приходит подобная заявка, вы должны сразу дать необходимое разъяснение. А если не понимают, уже давайте приходите ко мне, я дам разъяснения такие. Примите решение своим приказом, хотите моим распоряжением, о том, что подобного рода закупки в обязательном порядке должны согласовываться с министерством конкурентной политики, а оснований для согласования или нет согласования, вы знаете, никаких избыточных закупок в этом году не будет. Ни у министерств, ни у их подведов, чтобы ни у кого сомнений не возникало, что кто-то пытается какие-то свои вопросы решить таким образом. Лазейки какие-то ищут. Категорически предупреждаю всех. Никаких решений по поводу такого рода закупок принято не будет. И даже не рассчитывайте на это. Если кто-то не поймет, решения будут более жесткие. Надеюсь, все услышали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова